Я напоминаю, календарей вокруг света армянского осталось всего 25 штук. Как заказать, если вы еще не заказывали, ссылка находится между вашим экраном и комментариями. Посмотрите внимательно, пройдитесь по ссылке и сделайте все, что нужно. Также есть несколько штук календарей за 2021 год. Если интересно, можете также заказать с пометкой в комментариях «21 год». Ну а сейчас, собственно говоря, начнем. Сегодняшний выпуск я начну издалека. Как я люблю это делать, так как это дает возможность буквально на пальцах объяснить, что есть что, а заодно и дать информацию, о которой, возможно, зритель не знал. Ведь антитопор, прежде всего, не рупор борьбы с пропагандой, а познавательное сообщество. И прежде чем я подойду к заявленной теме, начну постепенный подход. А подход, уверен, будет интересным прежде всего для филателлистов. Итак, перед вами почтовые марки разных стран. Кроме изображений на марках, имеется информация. Подпись к изображению, стоимость марки, год выпуска и название страны. Как видите, все стандартно. Но если вы внимательно посмотрите на эти почтовые марки, то заметите кое-что на одной из них. Заметили? Обратите внимание, все марки как марки, но на одной из них не указано название страны. Это значит, что данная почтовая марка выпущена в Великобритании. Это единственная страна, которая не указывает на своих почтовых марках название своего государства. Почему, спросите вы? Да все просто. Первые почтовые марки вышли в свет именно в Великобритании. Эта страна является родоначальником почтовых марок. И впервые их стали применять. Позже британский опыт почтовых отправлений переняли другие страны. И чтобы отличать свои марки конкретно от британских, эти самые другие страны начали их подписывать. Франция, Голландия, Германия, Польша, Россия, Индия и так далее. Так и повелось, что и сейчас каждая страна подписывает свои марки, а Британия нет. Ей незачем это делать, так как ее почтовая марка и без подписи «Бренд Британии». Теперь по существу. На земле несколько тысяч народов, которые привнесли в общую копилку мира свои блюда. Все народы стали перенимать блюда. Готовить порой по-своему, по своему вкусу. Например, квашеная капуста. А в Европе впервые капусту стали квасить в Германии. Позже опыт квашения капусты начали перенимать соседние народы. Одни добавили туда морковку, и блюдо стало называться капуста по-украински или по-чешски. Другие, кроме морковки, добавили еще и ягоды. Блюдо стало называться капуста по-русски или по-уральски. Третьи добавили квашеной капусте огурцов и перца стручкового. И стали называть капуста по-французски или по-орлеански. То же и с пловом. Индийский, иранский, узбекский, таджикский. А потом и вовсе все это разбивается на регионы и способы приготовления того же плова по регионам. Например, узбекский плов перестает быть просто узбекским и делится на бухарский, самаркандский, ташкентский, кокандский и прочее. Все кухни мира так переплелись, что нужно тщательное исследование, откуда их корни. А есть и такие, что особо тщательного исследования и не нужно. Особенно, если есть старейшие сведения готовки блюда у того или иного народа. И если это касается кухни Кавказа и Закавказья, то нам так и вовсе проще. Регион маленький, через него проходили и останавливались, привнося в свою кухню многие народы. Монголы, тюрки, аланы, греки, арабы, много кто. Кроме того, у автохтонных народов была и есть своя историческая кухня. И если говорить о Кавказо-Закавказском регионе, то впереди всех в этом плане армяне и грузины. По той причине, что народы эти одни из старейших в регионе, имеющие свою письменность, свою литературу. Куда всегда можно было заглянуть и узнать о прошлом, своем и соседних народах. Вплоть до еды и культуры питания. Обычно народы с глубокой историей не мелочатся и не размениваются на том, кто у кого и чего перенял. Ну, это как минимум не красит и даже унижает. Ведь итальянцы не указывают пальцем на макароны по-флотски. Понятное дело, не было бы никаких макаронов по-флотски, если бы не придуманные итальянцами макароны. А просто крошки мяса их не делают макаронами по-флотски. И этот совместный рецепт получился русским блюдом. А тут грузины всполошились. Претензии к мацуну. Мол, мацун это никакой не мацун, а мацони. Детсад какой-то. Вы же не наши соседи там на Востоке, что буквально вчера стали народом. Вы люди с глубокой историей. Традиционные соседи армян. Исторические соседи. Чьи кухни давно уж переплелись. Чьи князья и роды давно перемешались. Где история одной страны немыслима без истории другой страны. Ваша первая святая, Шушани, кармянка. Дочь военачальника Армении, Вардана. Это середина пятого века. А грузинская старейшая рукопись «Картлисцховриба Мравели» начинается как раз таки с армян. Загляните туда. И вы говорите про мацун? Ну что ж, мацун так мацун. О мацуне писали армянские историографы 11, 13 и 14 века. Григор Магистрос, Аганес Ерзенкацы, Григор Татэвацы. В частности, у Григора Магистроса в определении грамматики дается этимология названия. И говорится, греки, научившись у армян готовить мацун, называют его тем же именем, не зная этимологии этого слова. То есть, не зная, что мацун сгущен, мацели, поэтому так и называется. Также мацун часто встречается в армянском фольклоре. Не вопрос, если у грузин есть упоминание о мацуне или мацони ранее 11 века. Если есть такое, представьте, нет никаких вопросов. А то так-то не камильфо, а мацун превращать в мацони, борщ в борщи, вино в гвино и называть это грузинским. А как суши обстоят дела? Там же уж тоже на конце «и». Думаю, суши станут грузинскими, если только краткую «и» добавить, чтобы было сущей. А если еще хотите серьезности, то вот вам книга швейцарских ученых-технологов, корифеев истории кулинарии Йозефа Курмана, Еремея Рашича и Манфреда Крюгера. Энциклопедия ферментированных свежих молочных продуктов. Международный перечень ферментированного молока, сливок, пахты, сыворотки и сопутствующих продуктов. Это настольная книга технологов, и в ней говорится о том, что происхождение мацуна армянское, но распространено и в Грузии, и на Кавказе. Также можно сослаться на энциклопедию Университета Колумбия в статье о мацуне. На энциклопедию Американо. На научный трактат Томим и Робинсон в работе их «Йогурт. Наука и технология». Примечательная этимология термина мацун. Слово не только и не столько армянское, сколько индоевропейское. А мы знаем, что в отличие от грузинского, армянский язык состоит в семье индоевропейских языков. Так как мы знаем, мацун от армянского глагола мацнель – сгущать. У родственных индоевропейских народностей есть эквиваленты. К примеру, на старославянском и южнославянских языках мацун означает джем, то есть нечто сгущенное. И сходить корню мацать, щипать, сжимать. На санскрите мацал означает сгущенное молоко. Отсюда и название масалати – индийская часть со специями и сгущенным молоком. Множество могу этимологических примеров привести. А что на грузинском означает мацони? Какова этимология? Или некоторые думают, что все, что в народе брендуется грузинским, является исконно грузинским? Есть исконное, не спорю. Но далеко не все. Например, чехертма из азербайджанской кухни и называется чехертма. В оригинале готовится на баранине, но грузины тюнинговали под курицу. И стала она чехертма. Лобио проникло из иранской кухни сначала в армянскую, а из армянской в грузинскую. Хачапури – ничто иное, как старинное греческое блюдо пенерли. Издревле готовилось греками и описано ими. Каджарцам-грузинам перешло от понтийских греков. Хинкали из китайской кухни и называется сяолунбао. Оно распространено у многих народов Кавказа и привнесено хазарами, а те, в свою очередь, переняли у китайцев. Или это пресловутая чурчхела, по которой тоже шум поднимали, что кто-то там на рынке в Ереване сказал армянская чурчхела. Вообще-то это лакомство издревле распространено от Закавказья и Ближнего Востока до Балкан. Армяне называют шароц, персы называют баслок, арабы называют маалбан, болгары называют мастеница. Даже те же турки, что переняли приготовление этого лакомства у автохтонных народов, называют чевизли суджук, что в переводе ореховая колбаса. Так что не опускайтесь на дно мацуна, будьте выше. Что-то вы переняли, что-то у вас переняли. Это нормально, это история. Человек на то и живет, чтобы творить, созидать, передавать другим людям все то лучшее, что он создал. Я обращаюсь в Министерство культуры Республики Армения. Я понимаю, что заниматься Евровидением комфортно и просто. Да и люди требуют зрелищ. Я нисколько не против этого. Это зрелищно, это красиво. Но у вас есть дела поважнее. И для этого уже нужно проявить трудолюбие, усилие. Вам, армянам, проще паренной репы разнести в пух и прах всех тех, кто позарится на наследие армянской культуры. Потому что у армян все прописано их предками и сохранено потомками. У армян имеется три огромнейших книгохранилищ древних и средневековых рукописей, которому любой в регионе народ может позавидовать. Абсолютно любой. И там можно найти все для доказательств исконно армянского. Эти три книгохранилища в доступе. Одно оно в Ереване, Матинадаран. Фонд, который содержит более 17 тысяч древних рукописей и более 100 тысяч старинных архивных документов. Второе, крупнейшее книгохранилище в Италии, на острове Сан-Ладзеро де Лилья Армении. Фонд, который насчитывает более 150 тысяч томов. И третье, книгохранилище в Австрии, в Вене, в библиотеке армянских мечетаристов. Фонд, которого содержит более 2800 армянских рукописей и более чем 170 тысяч томов древних и современных армянских печатных работ. Работает непочатый край для Минкультуры Армении. А вы сидите и оспариваете с одними чей Мацун, а с другими чей Толма. С вами там все в порядке? Почему я могу ездить по миру и один справляюсь со всем этим сбором данных для моей будущей книги, а у вас целый штат сотрудников, получающих зарплату, не справляется. У вас есть все шансы закормить Мацунам в перемешку с селедкой любого позарящего. Закормить так, чтобы их прорвало. А вы думу думаете и идете на поводу у этих культурокрадов. Нехорошо.